Добрый вечер. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Радио России «Ульяновск» представляет программу «Профессии». В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили работники геодезии и картографии России. Сегодня в нашей программе о себе и о своей профессии я прошу рассказать ведущего специалиста-эксперта отдела геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель, управления Росреестра по Ульяновской области Марата Тапкина. Добрый день. Итак, Марат, расскажите о себе. Кем вы работаете и как долго работаете в этой профессии? Я работаю ведущим специалистом-экспертом в отделе геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель, управления Росреестра по Ульяновской области. Стаж работы у меня с 2010 года, то есть более 12 лет. А что входит в ваши обязанности? В мои обязанности входит федеральный государственный контроль, надзор в области геодезии и картографии, лицензирование геодезии и картографической деятельности, а также учет и обеспечение охраны пунктов государственных геодезических сетей. Когда вы выбрали эту профессию и что повлияло на ее выбор? Это, наверное, перешло от моего отца. Он при любой возможности, начиная с детского сада, брал меня с собой на геодезические полевые измерения в разные города, в том числе и в других регионах. Мы производили измерения в лесах, полях, оврагах, болотах, жили в палатках, питались из общего котелка, работали под палящим солнцем и в тяжелых зимних условиях. Я постоянно видел этот нелегкий, но и очень интересный труд. То есть ваш отец тоже работал в этой системе? Да. И он в какой-то степени послужил вам примером? Да, конечно. Именно так. Я таким образом познавал окружающий мир, видел много разных людей. Также отец брал меня в свою контору, где я видел, как происходит камеральная обработка. И самое главное, я видел слаженную команду геодезистов и картографов в поле и в офисе. Все это вместе взятое, конечно же, произвело сильное впечатление и определило дальнейший выбор профессии. Сложно ли было освоить эту профессию? Какое образование нужно иметь для того, чтобы работать? Когда занимаешься любимым и интересным делом, то освоить, конечно, несложно. Было бы желание, будто и возможности. Лично я закончил Московский государственный университет геодезии и картографии по специальности прикладная геодезия. Учиться было сложно? Нет, учиться было несложно. Было интересно. И сейчас также интересно работать? Конечно. Вашу профессию можно назвать востребованной? Да. Я считаю, что профессия геодезиста достаточно востребована. В строительстве, кадастровой деятельности, навигации, геологии. Везде нужны геодезисты, которые определяют координаты точек земной поверхности. Геодезия – это очень древняя и фундаментальная наука. И в наш век цифровых технологий, в котором все посажено на координаты, профессия геодезиста всегда будет востребованной. Нужны ли какие-то особые качества и навыки человеку, который решил стать специалистом в этой области? Думаю, да. Это точность, аккуратность, технический склад ума, ответственность, сосредоточенность, исполнительность. Особые навыки – это умение работать с измерительными приборами. Например, с тахиометром, спутниковым геодезическим оборудованием. А что такое тахиометр? Тахометр знаю. Это есть в автомобилях. Это приборы геодезические для определения координат, а также превышений. То есть, тахиометр – это как бы теодолит и нивелир вместе взятые, который имеет электронный блок, и все измерения заносят в свою внутреннюю память, которую затем можно обработать на компьютере. А спутниковое оборудование у вас какое? У нас спутниковое геодезическое оборудование ТОПКОН ГИПЕР-СР. Достаточно точные. То есть, с помощью этих приборов можно определить координаты с точностью до сантиметра. А я слышал, что одной из точек, по которой определяются координаты, является наша телевышка. Это правда? Да. Ваша телевышка, она имеет координаты, которые определили в свое время геодезисты засечками. И вершину этой телевышки можно использовать при выполнении геодезических работ. Я правильно понимаю, что ваша работа все-таки в основном индивидуальная? А важны ли в вашей профессии коммуникативные навыки? Да, я считаю, что важны. В процессе работы нужно много общаться с клиентами, постоянно взаимодействовать с коллегами. Поэтому без навыков общения не обойтись. Поэтому сугубо индивидуально ее назвать нельзя. Вы несколько раз повторили сегодня, что работа интересная, работа интересная. А что самое интересное в вашей работе? Самое интересное в моей работе – это обследование пунктов государственных геодезических и нивелирных сетей. Данное обследование позволяет увидеть ту нелегкую работу, которую производили геодезисты в 20 веке. Со стороны можно показаться, что все-таки работа достаточно монотонная. Но, скорее всего, это не так. Позволяет ли ваша профессия творчески проявить себя? Я считаю, что да. Так как эта работа требует от специалиста хорошего воображения и образного мышления. Проявить себя можно, добросовестно выполняя свою работу. И давайте скажем нашим радиослушателям несколько слов о том, насколько ваша профессия полезна и важна для всей страны. Без профессии геодезиста нельзя, например, начать строительство дома или автодороги, осуществить прокладку инженерных коммуникаций. Также исследование месторождений полезных ископаемых не обходится без геодезиста. Эта профессия важна и полезна для любой страны. В наше бурное время сейчас многие профессии очень сильно меняются. Какой вы видите свою профессию в будущем? В будущем, я думаю, что профессия геодезиста будет только процветать. И таких специалистов нужно будет больше. Ведь строительство у нас очень активно развивается. А значит, и в геодезистах будут нуждаться. Вы уже более 12 лет работаете геодезистом. Все-таки были ли у вас какие-то моменты разочарования в профессии? Нет. Даже сталкиваясь с трудностями, я продолжал работать. И ни капли не разочаровался в своей профессии. Ни разу-ни разу? Не припомню такого. И все-таки, о чем бы вы хотели предупредить тех, кто собирается получить такую же профессию, как у вас? Есть какие-то нюансы, на которые обязательно необходимо обратить внимание? Профессия геодезиста – это не только полевые работы на открытом воздухе, но и работа за компьютером с большим количеством документации, оформления, составления отчетов, подпроектирования. Нужно быть готовым также к ненормированному графику работы. То есть у вас нет такого с утра до вечера, 8 часов и все? Нет. Не всегда? А кому вы могли бы порекомендовать свою профессию? Человеку с хорошим здоровьем, внимательному, дисциплинированному, пунктуальному, умеющему работать с большим потоком информации. Как я уже говорил, было бы желание, будут ли возможности. Профессии Сегодня в нашей программе о себе и о своей профессии рассказал ведущий специалист-эксперт отдела геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель управления Росреестра по Ульяновской области Марат Тапкин. Если вы хотите рассказать о своей профессии и принять участие в передаче, пишите нам по адресу электронной почты Радио 896FM собака Яндекс.ру Вы слушаете Радио России Ульяновск У микрофона журналист Евгений Слюняев Краеведческий калейдоскоп Нашу вечернюю программу продолжает радиожурнал «Краеведческий калейдоскоп». Его подготовили и вместе со мной проведут архивисты Антон Шабалкин Добрый день! И Анна Казакова Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о выставке под названием «Ульяновская область сделана в СССР», которая работает сейчас в Государственном архиве Ульяновской области. Начнем с цифр и фактов. 30 декабря исполнилось 100 лет со дня образования СССР. Вспомним еще некоторые советские юбилейные даты, связанные с землей Ульяновской. 31 декабря 70 лет, как был принят в эксплуатацию вокзал Ульяновск-1. Лучший образец сталинского ампира в нашем городе. 19 января отметила 80-летие Ульяновской области. 31 января исполнилось 130 лет со дня рождения живописца Аркадия Александровича Пластова. 20 июля будет уже 30 лет с момента учреждения «Золотой книги почета Ульяновской области». Осенью планируем от души погулять в честь 375-летия основания Симбирска. Причем в тот же день, 12 сентября, когда в 1948 году город впервые в советские времена широко отметил свое 300-летие, и был открыт бюст Ивана Александровича Гончарова. Круглые даты, а тем более солидные юбилеи, предполагают не только пышное торжество, поздравление и подарки, но и осмысление пройденного пути. Государственный архив Ульяновской области предлагает сделать экскурс в историю региона по материалам своей выставки «Ульяновская область сделана в СССР». Она, как ясно из названия, посвящена двум юбилейным датам рубежа 2022-2023 годов – 100-летию со дня образования СССР и 80-летию со дня образования Ульяновской области. Экспозиция охватывает историю нашего региона в эпоху Советского Союза с 1922 по 1991 годы. Первое в мире социалистическое государство было создано нашим земляком – Владимиром Ильичом Лениным. Вместе со всей страной Симбирская губерния, а затем Ульяновская область, переживала победы и трагедии. Коллективизация, война, поколение целины, строительство Кубышского водохранилища, кукурузная кампания, смена архитектурных стилей и многое другое – «Все важнейшие вехи истории государства находили отражение в жизни наших земляков». Выставку надо смотреть. Поэтому мы выбрали из двух с половиной сотен документальных материалов те экспонаты, про которые можно рассказать по радио отдельные истории с подробностями. Причем во время обычной экскурсии на эти подробности не всегда остается время. Итак, от четырех до шестнадцати. Те, кто жил в Советском Союзе, хорошо помнят фразу «15 республик, 15 сестер». Однако это количество республик сложилось лишь к 1956 году. А до этого их число неоднократно менялось. Изначально республик было всего четыре. 29 декабря 1922 года в Москве на конференцию собрались делегации от съездов Советов Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской союзных республик. Последняя была федеративной и объединяла Азербайджан, Армению, Грузию, а также Нахичеванскую и Абхазскую республики. Впрочем, в состав РСФСР наряду с другими национальными объединениями тогда входила и огромная автономная республика Киргизия со столицей, не поверите, в Оренбурге. Делегаты подписали договор об образовании СССР. А на следующий день, 30 декабря 1922 года, этот документ был утвержден в стенах Большого театра, первым всесоюзным съездом Советов. Эта дата и стала днем рождения Союза Советских Социалистических Республик. Симберяне узнали о создании нового государства из небольшой заметки на первой странице предновогоднего номера губернской газеты «Экономический путь» за 31 декабря 1922 года. Телеграфное сообщение наглядно иллюстрировала линогравюра. Юноша с обнаженным торсом олицетворял Россию. Одной рукой он придерживал серп и молот, другой держал знамя Союза Советских Республик. А к нему тянулись руки с надписями «Украина», «Белоруссия» и «Закавказье». В 1920-1930 годы состав СССР пополнили Среднеазиатские республики и Казахстан, а Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика разделилась на Азербайджан, Армению и Грузию. Таким образом, к 1940 году стало 11 республик. В 1940 году в СССР были включены Карелло-Финская, Молдавская и три Прибалтийские республики. Архив представил на своей выставке карту Союза Советских Социалистических Республик 1952 года. На ней максимальное число союзных республик – 16. Но если Молдавская, Латвийская, Литовская и Эстонская республики просуществовали вплоть до распада Союза, то Карелло-Финской республике было отпущено всего 16 лет. В 1956 году ее преобразовали в Карельскую автономную республику. Карта 1952 года интересна и тем, что Крымский полуостров еще входил в состав РСФСР. В 1954 году в честь 300-летия присоединения Украины к России Никита Сергеевич Хрущев широким жестом передал Крымскую область в состав Украины. У ряда городов на карте непривычное для нынешнего века название. Молотов, ныне Пермь, Чкалов, Оренбург, Сталинград, Волгоград, Горький, Нижний Новгород, Куйбышев, Самара и так далее. На Волге, которая еще не разлилась на 9 водохранилищ, видна и наша Ульяновская область. Первый симбирский памятник Ильичу. На архивной выставке можно увидеть первый памятник Владимиру Ильичу Ленину в симбирской губернии. Но он появился не в Симбирске, а за почти полторы сотни километров от нашего города. Не по указке свыше, а по зову души. Его авторы не профессиональные скульпторы, а рабочие бывшей румянцевской суконной фабрики Корсунского уезда, ныне Барышского района. Накануне революции эта самая крупная в губернии фабрика принадлежала симбирскому дворянину, выбившемуся в министр внутренних дел Российской империи Александру Дмитриевичу Протопопову. 27 января 1923 года румянцевская мануфактура была переименована в Суконную фабрику имени Ленина. А спустя всего пару месяцев после смерти Ильича, в марте 1924 года, здесь был установлен памятник ему. В одних источниках указано, что бюст был открыт 19 марта 1924 года. Архивный снимок с открытия датирован 24 марта. Фабрика была огромная. Даже сейчас ее грандиозные руины поражают своей суровой величественностью. Поэтому неудивительно расхождение в датах. Возможно, торжественные митинги разных цехов проходили не один день. На архивной фотографии вокруг постамента тесно стоят рабочие. А еще больше толпится фабричных мальчишек. Один парень в кепке даже вскарабкался на постамент и уцепился за чугунное плечо вождя. Сам бюст невелик. Ильич изображен практически в натуральную величину. В кадр попала и рабочий с молотком, сооружающий из больших рам со стеклами ограждение для памятника. Главное торжественное открытие приурочили к пролетарскому празднику 1 мая. Газета «Пролетарский путь» писала. Утро 1 мая. Погода прекрасная. Солнце весело играет на оживающей зелени на зеркальной поверхности реки. На фабрике оживление. В широко распахнутые двери из помещений ячеек РКП и РКСМ Фабкома выносятся красные знамена. Около них выстраиваются коммунисты, комсомольцы и беспартийные рабочие и работницы фабрики. Колонны рабочих и крестьян прошествовали в соседнее село Жадовку, где прошел митинг, а затем общим потоком двинулись обратно на фабрику. Впереди ехал всадник на коне. Пройден мост. У ворот фабрики шествия встречают дошкольники, пионеры и вместе со взрослыми направляются к памятнику дорогого учителя рабочих и крестьян. Бюст Ильича накрыт черным сукном, по бокам – почетный караул. Вокруг памятника располагаются знамена, а за ними впереди размещаются дети и подростки, за ними – рабочие и крестьяне. Честь снятия покрывала с памятника предоставляется его творцам рабочим – Мелешкину, Черпакову, Кузнецову и Короткову. Знамена склоняются. Под звуки похоронного марша снимается покрывало, и перед рабочими и крестьянами пристает прекрасно исполненный бюст дорогого незабвенного учителя и руководителя трудящихся. После торжественного открытия памятника начинается митинг. Что примечательно, первое слово предоставили не члену губкома Рыбочкину, а одному из авторов памятника – рабочему Ивану Мелешкину. Те, кто немного знаком со скульптурой, знают, что воятели сначала лепят модель из пластилина, потом делают гипсовую отливку, а уже затем переводят в статую в металл. Иван Мелешкин и его коллега-столер-формовщик Николай Черпаков первонаперво изучили доступное изображение Ильича, а потом вырезали его бюст из дерева, а затем за дело взялись литейщики и кузнецы. Приглашенные на открытие рабочие Измайловской суконной фабрики решили быть памятнику вождю и возле их предприятия. Они попросили деревянную модель Мелешкина и Черпакова, и по ней мастера-литейщики отлили свой бюст Ленина из чугуна. Так появился второй фабричный памятник Ильичу. Сейчас его можно увидеть в школьном музее поселка Измайлова Барышского района. А вот самому-самому первому памятнику Ленину на Ульяновской земле повезло меньше. Бюст, сделанный тружениками фабрики имени Ленина от чистого сердца, современники оценивали как прекрасно исполненный. Но десятилетия спустя чиновники-бюрократы решили иначе и забраковали труд мастеров 20-х годов. Официальная бумага под названием «Акт утраты памятника культурного наследия» казенным языком сообщает. Памятник Ленину, первый в Симбирской губернии 1924 года, расположенный в рабочем поселке имени Ленина на улице Ленина в сквере, полностью утрачен. Утилизировано в 60-х годах 20-го века, решение художественной комиссии по утилизации памятника из-за давности лет не сохранилось. И теперь самый первый памятник Ильичу в нашем регионе можно увидеть лишь на фотоснимках, в том числе и на том, что экспонируется в архиве. Обелиск на Венцем Архив впервые показывает проект на Кальке памятника на братских могилах борцов революции. Нам всем знаком этот строгий обелиск на бульваре Новый Венец в Ульяновске. В сентябре 1918 года здесь с почестями прошли похороны 17 бойцов интернационального полка, погибших в бою за мост через Волгу. На могиле появился первый временный памятник – деревянный, простой архитектуры. В композицию введено панно «Союз рабочих и крестьян». Впоследствии рядом хоронили красноармейцев, партийных, советских и военных деятелей. Погребения продолжались до марта 1922 года. Но, к сожалению, в 1920-е годы могилы в самом центре города находились не в лучшем состоянии. Симбирская газета «Заря» 23 апреля 1920 года писала «Подуразрушенные, местами провалившиеся холмики представляют собой печальное явление. Неужели не найдется время поправить и загородить эти могилы дорогих товарищей?» В середине 1920-х годов планировалось, что над братской могилой на Новом Венце будет выситься памятник жертвам революции. По замыслу архитектора Ивана Петровича Суханова на постаменте предполагалась скульптурная группа. Фигура рабочего – одной рукой поддерживающего павшего товарища и другой – боевое знамя. Суханов скульптором не был, и работу поручили профессиональному воятелю. Это был ученик самого Сергея Волнухина, автора памятника первопечатнику Ивану Федорову в Москве, молодой Аркадий Пластов. Представив в июне 1925 года свою модель, Аркадий Александрович пояснял «Я разрешил тот момент борьбы, который можно охарактеризовать одним словом – перелом. Перелом в сторону победы, не полный еще, не того момента, когда можно кричать «Ура! Наша взяла!». Комиссия же, которую возглавлял сам автор изначального проекта Суханов, осталась недовольна. Им хотелось видеть не тяжкий переломный момент борьбы, а победный триумф. Первый учитель Пластова художник Дмитрий Иванович Архангельский поддержал ученика, записав в протокол особое мнение, но оказался в меньшинстве. Пластов с горечью писал. Чем можно убедить людей, суждение которых о достоинстве художественных произведений в их годности формулируется в таких директивах «повесить патронтаж», «надеть лапти» и прочее, и прочее, и модель годна будет для памятника. Но я художник, и вот во имя чести и совести художника не могу молчать, когда дело идет о порабощении истинного чувства бюрократическим чиновничеством. И говорю об этом прямо, и пусть будет, что будет. Точку в творческих и не очень творческих спорах поставило отсутствие у губернских властей достаточных средств на скульптурный памятник. Требовался проект, основанный на принципе экономии и дешевизны. Тогда за дело взялся Феофан Евтихевич Вольсов, работавший городским архитектором Симбирска с 1910 года. Он принял революцию и продолжал трудиться уже в советском Ульяновске. Сейчас на обелиске находится мраморная доска с текстом «Героям-красноармейцам, павшим в боях за освобождение Симбирска 12 сентября 1918 года». Но, судя по проекту, рассматривались разные варианты. На листе, хранящемся в архиве, на лицевой стороне обелиска значатся два слова – «Слава борцам», а выше – изображение пятиконечной звезды. По карандашным линиям можно судить, что рассматривались варианты и какого-то рельефного изображения. Сейчас на обелиске все плиты гладкие, а на проекте нижнюю часть планировалось обработать под дикий камень. Судя по записям Феофана Евтихевича, первоначальный проект памятника замышлялся еще более интересным и продумывался им до мелочей. «Идея, которую я старался воплотить в памятник, была следующая. Павшие бойцы отдали жизнь за укрепление и утверждение коммунизма. Отсюда предпосылка для художественной формы. Из братских могил, обрызганных алым цветом, врастает твердыня – столб-обелиск, плотно опоясанный зубцами крепостной стены». Две лестницы явились идейно-переходными, воплощая призыв к подвигу и коммунизму. «Золотая звезда вверху обелиска может быть заменена той же формы красной стеклянной выпуклой формы. Тогда внутри может быть помещен сильный источник электрического света. При диаметре звезды 10-12 вершков, то есть около полуметра, могущем при желании быть увеличенным по ночам с реки Волги, будет резко видна яркая красная звездочка». «По всем четырем сторонам обелиска при желании могут быть поставлены медные доски с выгравированными именами павших бойцов». К сожалению, в процессе работы этот замысел все более упрощался и в конце концов воплотился в гранитном обелиске, торжественно открытом 7 ноября 1927 года. «А спустя десятилетия именно здесь, у подножия данного обелиска, запылал первый в нашем городе вечный огонь. Это событие произошло 12 сентября 1968 года, в день 50-летия освобождения Симбирска». Утром Сингелея, где в 1918 году формировал свои полки Гай Дмитриевич Гай, командир, освободивший Симбирск железной дивизии, собрался митинг. У памятника легендарному Ночдиву был зажжен факел огня славы, а затем этот факел автомотоэстафетой по местам боев был доставлен в Ульяновск. Наконец, уже во второй половине дня на бульвар Новый Венец выехал бронетранспортер в сопровождении эскорта мотоциклистов. Факел, зажженный в Сингелее, держали герои Гражданской и Великой Отечественной войны. Бывший разведчик железной дивизии Андрей Федорович Куликов, и герой Советского Союза Дмитрий Яковлевич Старостин. За их спинами в бронетранспортере стоял почетный караул гвардейцев-танкистов. У них факел принял первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Анатолий Андрианович Скачилов и поднес его к чаше вечного огня у обелиска. Ульяновская правда писала. И вот он вспыхнул в Ульяновске на крутом берегу Волги. Салютом прозвучал залп, данный в честь этого события. Торжественные звуки гимна плывут над колоннами трудящихся Ульяновском. Митинг окончен. Но еще долго, до глубокого вечера, шли и шли ульяновцы с лозунгами, плакатами и цветами к обелиску на Волге. На этой торжественной ноте мы закончим свою первую передачу по материалам и мотивам выставки «Ульяновская область. Сделано в СССР». Напомним, что экспозиция развернута в выставочном зале Государственного архива Ульяновской области по адресу улица 12 сентября, дом 7А. Выставка будет работать до 30 июня 2023 года. Посетить ее можно по предварительной записи по телефону 735603. Возможны экскурсии по Пушкинской карте. Приходите, будет интересно. А эту радиоэкскурсию для вас сегодня провели журналист Евгений Слюняев и сотрудники Государственного архива Ульяновской области. Антон Шабалкин и Анна Казакова. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. РОССИЙСКИЕ И СОВЕТСКИЕ БАРДЫ Сегодня я расскажу вам еще об одном из зачинателей авторской песни на биофаке МГУ Дмитрия Антоновича Сахарове, который известен под творческим псевдонимом Дмитрий Сухарев. Итак, Дмитрий Сухарев – советский и российский ученый, доктор биологических наук, действительный член Российской академии естественных наук, поэт, переводчик, бард. Родился 1 ноября 1930 года в Ташкенте. Его отец занимался исследованиями особенностей фауны в Средней Азии. Мать работала в экспедиции лаборанткой. Через два года закончился срок командировки, и семейство вернулось в Москву. Здесь Дмитрий пошел в школу. Учился хорошо. Школу закончил с золотой медалью. Его без вступительных экзаменов приняли на биологический факультет МГУ. В 1957 году он защитил кандидатскую диссертацию с очень мудреным названием «Закономерности онтогенетического формирования моторики амфибий» в связи с критическим анализом этологической концепции нервной деятельности, а затем и докторскую диссертацию. В 1995 году избран действительным членом Российской академии естественных наук. Со студенческих лет активно участвовал в песенной самодеятельности, сочинял стихи и песни. Память детства о парнях чуть старше себя, отправлявшихся в 1941 году из военкомата прямо на фронт с бритыми навечно головами, поэт обессмертил в своей самой пронзительной и любимой в народе песне «Вспомните, ребята» на музыку друга Барда Виктора Берковского. И когда над ними грянул смертный гром, Нам судьба иную начертала, Нам, не призывному, нам, не приписному, Воинство окрестного квартала. Сирые метели след позамели, Все календари поплетели, Годы нашей жизни, как составы, пролетели, Как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Разве это выразить словами, Как они стояли у военкомата С бритыми навечно головами. Первые стихотворные публикации Дмитрия Сухарева в центральной печати появились уже в 1957 году. В 60-х годах он был одним из постоянных авторов Журналов «Новый мир» и «Юность». Первая книга стихов «Саженцы» Вошла в коллективный сборник Четверых молодых поэтов «Общежитие». Проявил Дмитрий Сухарев себя и как переводчик. Он сделал великолепные переводы стихов Венгерского поэта Михая Ватцы. В постсоветское время Вышли сборники его стихов «Холмы» И «Все свои. Венок сонетов». Сегодня творчество автора Широко представлено в Иерусалимском журнале. В настоящее время Дмитрий Сухарев Один из признанных классиков жанра авторской песни. Песни на его стихи писали и пишут Виктор Берковский, Юрий Гарин, Александр Дулов, Вадим Мищук, Раиса Нур, Ген Шангин-Березовский И многие другие. Результатом его сотрудничества с Геннадием Гладковым Стал мюзикл «На бойком месте» По комедии Островского. Но особое место в его творчестве Занимает сотрудничество С композитором Сергеем Никитиным. Это их совместная песня Звучит в культовом советском фильме «Москва слезам не верит». «Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, Но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы небыстрая, но верная и чистая, Поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он одышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою, ты гляди в свое лицо, Что бы ни было в начале, удалит он все печали. Вот и стало повручальным нам солевое кольцо. В соавторстве с композитором Сергеем Никитиным Написано не только несколько прекрасных песен, Но и мюзикл по пьесе Чехова «Предложение», Поставленный в 1992 году в театре «Школа современной пьесы» Под названием «А чё это ты во фраке?» Другое совместное творение Никитина и Сухарева «Водевиль. Жена интриганка» или «Актеры меж собой» 1996 года, Который уже много лет с успехом представляет по городам России и ближнего зарубежья Антреприза Ирины Муравьевой. Дмитрий Антонович Сухарев является руководителем поэтических и бардовских семинаров, Членом жюри фестивалей и конкурсов, Автором многих статей и очерков, посвященных авторской песне, В том числе составителем и комментатором книги «Авторская песня. Антология». Он лауреат Государственной премии Российской Федерации по литературе имени Булата Акуджавы, премии «Новой газеты» имени Андрея Синявского «За благородство и творческое поведение в литературе», премии «Союза писателей Москвы. Венок». А завершить свой сегодняшний небольшой рассказ я хочу песней Дмитрия Сухарева и Виктора Берковского «Альма-Матор». Альма-Матор, Альма-Матор, лёгкая ладья Вечернюю программу для вас подготовил и провёл журналист Евгений Слюнеев. Альма-Матор, Альма-Матор, молодая прыть, Обнимись, народ лохматый, нам далёко плыть. Вид отважный, облик дружный, Ветер влажный, ветер южный, Парус над волной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Альма-Матор, Альма-Матор, старый грандулет. Над кормой висит громада набежавших лет. Ветер грозный, ветвь железный, Мне огонь задут. Здравствуй, здравствуй, пёс облезлый, Как тебя зовут? Обними покремче брата, Он тебя любил когда-то. Давние дела. Пожелай совсем немного, Чтобы нам с тобой дорога, С катертью была. Альма-Матор, Альма-Матор, Прежних дней пиры, Не забудем аромата Выпускной поры. Лёг на плечи, лёг на плечи, Наш нелёгкий век. Обними меня покрепче, Верный человек. Видишь, карточка помята, В лыжных курточках щенята, Смерть не одной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катятся полога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин